здравствуйте мы беседуем с эдуардом поскольку на украине условия очень тяжелые то вы вышли на связь когда у него полночь тогда есть возможность пользоваться электричество и связи здравствуйте здравствуйте борис расскажите как вы справляетесь как живете где вы находитесь смотрите да ну до войны то есть у меня была жизнь да так называемая я жил в городе харьков на салтовке район ну так чтобы точно это прямо 602 микрорайон город салтовка город харьков салтовка сейчас я нахожусь в ровенской области это запад украина недалеко от атомной станции так сказать вот который находится в городе кузнецовск варыш нынешний варыш сейчас уже данный момент как я справляюсь с этим всем изначально ну как у всех далее я думаю что у многих жителей украины когда это случилось я вышел на улицу 5 40 утра и шел на работу как ничем не бывало это было академика барабашова в тот момент как раз были прилеты на барабашова и я это видел ну там в километре двух то есть два километра наверное вот самого базара я подходил вплотную уже практически начались прилеты с градов вот я это все увидел естественно развернулся и пошел назад пошел ну спокойным шагом вот как бы прям такого страха какого-то не ощущалось было непонимание что будет ну дальше да то есть как бы вот завтра или же послезавтра почему это началось да то есть не было понятно причина вот и я естественно пошел домой ну всех знакомых друзей там отменилась работа сразу же все встретились а потом началась массовая рассылка там типа такая что сейчас могут начаться там авианалет и бомбежки вот и мы перешли в подвал не было связи наверное несколько дней киевстар лег наши операторы вот не работали и поэтому дозвониться там до кого-то из родственников но не понимание было до что происходит вообще на территории украины потому что ты не можешь не позади на западную украину не прочитать какие-то новости выходишь а ну бегом за хлебом как бы то есть там хлеб и да какая-то такие базовые вещи вот в нашем районе конкретно электричество там не было вот мы готовили возле подвала таком роде то есть вот вот какие то такие это были первые около трех четырех недель ну мы не были в оккупации с нас ну было некоторые ночи страшно очень я еще жил в тот момент с родителями и с бабушкой которая плохо ходит практически вообще не ходит и в подвал когда мы там допустим бежали то ну носили ее на руках прям как бы вот так вот это было такое неудобство спустя вот этих три недели уже все успокоились более-менее так уже привыкли к этим обстрелом поняли что это ну как бы постоянно это неизбежно от этого то есть так деваться некуда и оставались уже как-то вот в своих квартирах что да то есть мы уже не ну мало кто спускался в подвал там куда-то или куда-то прятался в бомбоубежище многие жители жили метро ну вот вот такие вот условия были как бы на первое время потом была довольно большая проблема выехать из самого города потому что там такси допустим за 7 километров на тот момент там спустя месяц войны стоило все еще там очень дорого почти 7000 гривен за один ну короче тысячи гривен один километр где-то стоило по городу есть поэтому проблема с выездом была тяжелая я продал телефон свой который там стоил ну тысячу долларов вот и собственно поэтому мы выехали у нас ну появились средства на то чтобы уехать и мы уехали с бабушкой на руках я носил ее на вокзале на руках но в харькове волонтеров особо как бы не было прям на вокзале а во львове нас уже подобрали и там дали коляску мы пользовались ну вот доехали уже более-менее да так можно сказать выразиться безопасное место и сейчас я нахожу здесь с родственниками у меня еще родственники с луганска приехали вот и вот мы девятером восьмером живем живем деревне сейчас данный момент вот поэтому вот таких условиях мы живем но в целом да там как бы что-то конкретно прям выделить вот сейчас вот да я не ощущаю я бы вот если не отключение света всего война более-менее не ощущается единственное что вот действительно ощущается что ты если выезжаешь города видишь военных на улицах полицейских вот тебе подходят там документы посмотреть а у меня допустим прописка до в харькове я как бы в квартире это все и они спрашивают сразу а как вы приезжий а вы были в военкомате и вот это вот конечно немножко так давит потому как если я понимаю что я иду военкомат скорее всего меня отправляют на войну на войну просто да объективно вот в этом плане конечно бы не хотелось убивать людей мы и так далее брать оружие в руки вообще собственно таких ну это не является моей целью в жизни вот и в данном случае да отталкиваясь от государства вот я я могу да называть книгу вот который я читал книгу почему но это это наверное не книга это почему я кажусь дараком небольшая книжка да так а вот и в этой книге когда про государство написано было да они они первое место место все равно это государстве первое место государство занимает я уверен более чем потому что ну мало кто думает о людях и сейчас в современном мире то есть если ты за себя не подумал то что ну государство над тобой за тебя думать особо не будет вот чтобы смоделировать вот проблему государства государство это не человек и это на этом которые его представляют это что-то самостоятельно вот давайте себе представим четыре друга окей да обсуждают как провести вечер и один думает дай-ка я предложу всем пойти в кино сам я не люблю но пацанам понравится наверное и говорит может в кино сходим второй думает ну вот он предлагает в кино наверное он в кино хочет я правда не хочу в это кино нафиг ну раз он хочет пойдем и второй говорит ну давайте пойдем третий думает ну двое то хотят в кино в принципе я терпеть не могу это кино на раз двое хотят ну давайте пойдем и когда трое это все сказали уже четвертый говорит ну думает ну естественно куда деваться я ненавижу эти фильмы ну конечно я пойду раз все пошли и они идут в это кино то есть что сейчас произошло вот их решение оно как бы было результатом непонимания между всеми да то есть недостаточной что ли коммуникации все четверо не хотели делать но с каждым следующим решением вероятность того что последующие составляющие члены этой четверки держит становилось все больше и больше даже его никто не заставлял вот этим правилом демократии там решать но просто он увидев что большинство то есть ну естественно а то есть и что произошло вот это их решение оно не является их решением оно является недоразумением но по сути оно является их решением то есть когда пятый человек будет рассказывать он напишет так четыре четверо друзей решили пойти в кино вы понимаете и вот мне кажется вот этот эффект вот этот эффект он происходит практически всегда когда собирается больше чем один человек даже когда есть один человек он очень часто делает вещи которые если рассудят они ему неприятны не нужны и он не может даже хорошо объяснить себя зачем оно делать и этот человек даже может быть я если вы спросите мои поступки слова действия за вчера я конечно найду им объяснение уже последующие но если честно они могут быть весьма случайны рандомальны какие-то импульсивные такие вырастающие из моего подсознательного пытающиеся скомпенсировать какие-то другие ошибки и недопонимания и прочие вещи да но когда речь идёт не о четырёх друзьях а о миллионах людей то этот эффект он плюс не о решении сходить в кино а о решении пойти на войну защищать страну не защищать страну уезжать из страны не уезжать из страны там строить прекрасную замечательную Украину или разворовывать собственную землю уничтожая её так как будто вы сами худшие враги этой земли понимаете и получается что ни один из них не может ничего изменить потому что идея могла начаться с любого из этих четверых они любят друг друга все они предполагают что три других хотят и нет у них и и более того они не уверены а может быть они тоже хотят то чего они не хотят вот пример да вот мы все очень трепетно относимся к новому году для для всех нас очень всегда это такой знаете очень трепетный праздник обязательно надо загадать там желание надо встретить его так чтобы потом как целый год будешь встречать и всё а вот мы с нынешней женой тогда и в последний раз взяли всё самое вкусное днём сожрали и легли спать в 9 вечера и было прекрасно смотрите никого не позвали никуда не пошли ну по поводу по поводу давайте а началось это с того что когда придёт тортик там куда-то идти или это самое а просто взяла и сожрала из его середины кусок прямо рукой ну прекрасно смотрите я хотел бы сказать по поводу вот этих четырёх людей да как вы описали в этом плане в плане кино я думаю что это возможно сработать но в плане войны тогда что-то с обществом не так но почему же то же самое допустим четверо узнали что вот идёт призыв и прочее ни один из них воевать не хочет идти но предполагают что три других хочет хотя хотя и и получается что тоже один сказал второй поддержал третий уж не было выхода а четвёртого и подавно все пошли все поубивали всех и погибли сами а с той стороны тоже такое все произошло то есть то есть здесь мы не кажемся дураками мы и есть дураки вот эти вот четыре человека разве они не дураки и эти истории они повторяются постоянно вот я помню когда у меня семья побольше была постоянно собирались куда-то шли куда-то ехали все мучились в зоопарк какой-то дети не хотят им жарко плохо они уже этих всех вонючих слонов по имён не знаю или там в ресторан я думал что они хотят они думали что я хочу и всё ну да нужно было бы спрашивать наверное но это тоже кстати потому что а мы знаем что мы хотим да мы не знаем чего-то хочется но мы не знаем чего хочется конкретно но на самом деле вот с поводом войны честно сказать я никогда бы не хотел вот но это возможно я или ну как бы то есть я просто не понимаю для чего да там страдания людей и люди и так страдают достаточно вот вот как бы я тоже с вами согласен что жизнь она не только на войне война обычно мирная жизнь если это что же реально рассмотреть здесь предательство тут ненависть там убийство здесь болезнь тут безвременная смерть просто это все незаметно это все не громыхает ну да ну просто вот вот эти вот бытовые убийства да когда там кто-то не ну увидел я даже уже скажу когда громыхает это очень страшно подсчитывают жертвы но их не так много как если когда не громыхает взять на этот город и посчитать а сколько было предательств за эту ночь сколько было разочарований ненависти безвременных смертей тяжелых болезней несчастных случаев и окажется что даже в мирном городе хоть и не громыхает незаметно постоянные как будто взорвались бомбы как будто идет война вот да и мы приходим да давайте дослушаю вас мы приходим к неутешимому неутешительному выводу что проблема то не в нас проблема в мире в котором мы живем мир который не исправит мир который устроен таким образом что он более трагичен чем он должен быть трагичным понимаете и соответственно ища причину всего мы находим творца которому по вкусу этот трагичный вот так хорошо сказано мне нравится последний и моя идея это идея бердяева где он пишет то о том как устроен мир мы можем судить о вкусах творца и судя по этому он трагичен в этом плане да ну тут вообще сложно судить многие делают сами по себе просто с ничего трагедии если честно так да в своей жизни многие вот увольнения с работы воспринимают так как это последнее что то за что нужно было бы держаться расставание там в отношениях да или предательство а с другой стороны вот даже сейчас мы во время войны смотрим страшные трагедии воспринимаются как ну ну убили убили он этот ваш главный главный враг Владимир Путин последнее время встречался с матерями мобилизованных и сказал ну так все равно ж гибнут от водки от автокатастроф а так они хоть с какой-то целью с каким-то смыслом за идею за его идею за идею но на самом деле я как бы не могу вот кого-то да там выделяет врагом потому что ну ну то есть да там я понимаю что это вообще абсолютно не моя война да то есть это воюет вот да как вы как вы говорите две машины между собой милый эдуард самое ужасное что это ничья война и самое ужасное что я боюсь что она не не имеет какой-то исключительной особенности мне кажется что все войны такие дело в том что когда эти войны уже упакованы в учебники они принимают они принимают вид какой-то необходимости и завершенности и то что всем было очевидно что они обязательно должны быть именно такими а вот когда это начинается какими-то непонятными событиями одним утром когда ты еще не понимаешь что ли там это какая-то подстанция взорвалась или или почему шум вообще или вообще может фейерверк фейерверк вот то есть тогда это все совершенно не очевидно да и возможно что вот это чувство новизны и абсолютного абсурда было и во вторую мировую и в первую мировую и во все войны может быть это война именно извините вот именно может быть это вот вот именно вот результат вы знаете который описал сейчас четырьмя друзьями он очень напоминает то как мы описываем начало первой мировой когда ни одна из стран честно говоря не хотела воевать вообще но так сложилось так сложилось а вот по поводу учебника вот если честно вот как вы считаете вот это вопрос потому что я особо не понимаю неужели необходимо вот детям да там которые учатся в школах или же более взрослым детям которые учатся в университетах учить то что там была война когда-то напали фашисты которые там убивали насиловали ну вот захваты территорий вот это необходимо учить вот детям знать да там то есть вот если так посмотреть насилие вот возможно вот возможно ну как-то ну как-то откладывается ну как-то откладывается так или иначе и война становится просто нормой какой-то в современном мире просто потому что старая история учит нас этому всему заново возможно ли это так я с вами совершенно согласен что история очень вредная дисциплина очень вредно она нормализует то что нельзя нормализовать как вы и сказали да просто смотришь на это все но с другой стороны считается что народ у которого вообще нет памяти отшибло еще страшнее то есть если мы хотя бы помним этот галакостом понимаем что может произойти до одно нам не очень помогает но какое-то время там кто-то в шоке кто-то что-то вот но действительно история как такова это чистейшей воды миф ее пишут победители и переписывают потом и переписывают ее потом как угодно под под заказ и память наша она никакая вот сегодня в своем выпуске максим кац как раз об этом говорил что 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 вот у нас создается впечатление причем у пропагандистов с обеих сторон что скажем до объединения с крымом россии была вообще проблема крым что русскоязычное население крыма вообще хотела объединяться со россии да и не думали об этом даже вообще или что такое существовал для россиян реально да вот думаю что человек да думает больше немножко о своей жизни нежели ну да там если мы не берем каких-то людей которые политологи эксперт нам навязывают какую-то мы думаем о своей но сейчас ваша жизнь неразрывно связана с большой политикой все смотрите вашу обычную обычное течение жизни прервали вырвали вас с корнем нанесли вам непоправимые психотравмы до конца жизни и всем пытаются вас вовлечь еще более тесно чтобы заставить кого-нибудь убить и убить вас это в этом плане конечно да но трудно игнорировать такие обстоятельства но я в целом вот данный момент да я помню я приехал сюда и читал прям новости вот следил 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 а сейчас я вообще не слежу за новостями и я толком и с людьми не общаюсь потому что ну я живу в таком таком селе как бы тут 10 человек может ну 10 человек это грубо сказано 10 домов жилы 23 года мне 23 23 года мне вот я живу в этой деревне как бы поэтому общения толком особого нет какие-то старые знакомые если там либо же друзья и только интернет ну это не ну это как бы это общение но это тяжело назвать таким общением когда вы выходите с человеком на улицу если мы вернемся к вопросу который вы задали насчет является ли государство нашим врагом или каким-то необходимым да ну мы начнем с того что сами мы себе весьма являемся врагами именно вот это не осознанность нашей мотивации нашей жизни попытка уже потом дать какие-то объяснения своим поступкам которые могли быть совершенно результатом не того что мы думаем мы сами себе враги вот причем уже нас врагов нам нет то как бы коверкаем нашей жизни то как мы мучаем наших ближних и то как наши ближние мучают нас нам никакого государства никакого агрессора не надо мы сами все испоганиваем а здесь еще возникает вот такое как бы кульминация сумм вот этого идиотизма неосознанности и вражды самих с собой которая выливается вот в эту надстройку воли если где-то лично мы пытаемся воображать что у нас есть свободная воля поступать так как мы считаем нужным то вильная Украина да над нами вот возникает вот эта вот надстройка да а дальше мы начинаем считать правильно или неправильно что есть некие злонамеренные силы или положительно настроенные силы которые манипулируют этим всем есть но я не думаю что у них у всех на сто процентов удается достигать своих результатов то есть это все сплетается настолько в в неразрывные узлы что в конечном итоге выходит то что выходит и выходит как раз то что в данный момент те кто обсуждают результаты считают это а что там было по-настоящему уже не не знает и не помнит никто вот в плане вот осознанности да продолжайте да пожалуйста в плане осознанности в плане осознанности мне кажется ну так или иначе человек этому идет очень долго все равно да там и даже в каком-то там ну когда уже человек более-менее становится осознанно все таки думает все равно он не может прожить ну я не знаю мне кажется невозможно прожить жизнь без ошибок вообще целом то есть так или иначе потому что мир потому что мир не справим я понимаю или бы от каких действий мы бы воздержались все будет плохо и так плохо и так плохо и и и как жить вот и действо и плохо и бездейство и плохо Потому что мир трагический. Только тот, кто любит трагичность, то есть вот кто заряжается вот от этого, знаете. Вот послушайте ваш гимн, первые слова гимна. Ще не умерла. Но почему такой негатив? То есть предполагается, что она может умереть. И пока не умерла. Видимо, это такая история, видите. Они же ссылаются на это все равно, так или иначе. Я не понимаю этого, честно. Я этот гимн вообще, я знаю его наизусть, на память. Но то, что там говорится, усмехнеться ще нам доля, колысь там. Ну, извините меня, когда-то там, чтобы она усмехнулась. Но мы ждем уже 30 лет минимум. Как бы если говорить 31. В этом тоже, понимаете, создается впечатление, вот Украина, там все плохо, люди вот такие, все такое. А вот в других местах все так хорошо, туда-сюда. Опять же, вы понимаете, это все представление. При желании можно было бы замазать Украину таким образом привлекательным, но до войны. Да и сейчас у нас у всех создалось впечатление, вы знаете, изменилось совершенно впечатление об этой стране. Сейчас это страна, где близко нет коррупции, близко никто не наживается. Ну, так всем кажется. Ну, мне кажется, что это не может такого быть. Все такое героическое. У вас есть лично Че Гевара, который раньше изображал, что он членом на пианине играет на сцене. А сейчас уже и не подумаешь, что он вообще шутить о чем-то может. Настоящий Че Гевара в майке, все как положено. Такой герой, прямо тестостерон выплескивается. Ну, для меня это самительный герой, если честно. Ну, так как бы я... Да, так я, да, пожалуйста, все нормально. Я как бы, да. Ну, по моим принципам, лучше, чтобы позорный мир в любой момент, чтобы... Да, я согласен. На одного человека сохранить больше. Что там будет завтра, там еще посмотрим. Может, этот агрессор поперхнется, и все вам отдадут обратно вообще без... Без этого самого. Вот. А главное, разрядить обстановку. Неважно там... Тем более, что война-то идет все-таки действительно не... Она не может закончиться победой ни с одной из сторон. Вот, в принципе. То есть, это война, помните, как был такой певец Цой, без особых причин, которая все время идет. И кто-то подбрасывает в эту топку постоянно. Дают вам помощь, но ровно настолько, чтобы не дать вам действительно отдаление. Умереть. Да, да. И, то есть, кто-то поддерживает это, и все. Как реанимация, да? Не дашь тебе умереть, но и не вылечит. Понимаете, Украина, она на краю Европы, и она на краю России. И это вот, знаете, как тектонические плиты. Там, где вот эти края, там извергаются вулканы. Вот она находится на этом, и постоянно, то Польша, оказывается, проходит через нее, эта трещина, ее там разделяют три-четыре раза за историю. Вот сейчас эта трещина перенеслась сюда. Тянут в ту сторону, в эту сторону. Ну, вот, я уже забыл мысль даже свою по поводу Украины. Ну, я не знаю, понимаете, умереть, ну, да, но мне кажется, это настолько глупо, что может быть. Почему ни одна, ну, я не знаю, по крайней мере, возможно, есть какая-то такая страна, к которой ты приезжаешь, тебе говорят, живи, радуйся жизни. Ну, да, там, вот, все классно и круто. Но я сомневаюсь, что такие страны есть, но, вот, ну, мне кажется, что таких стран не существует просто, и быть не может. Так или иначе... Ну, они существуют, они существуют, только там рейд суицида самый высокий, например, Дания. Да, да, я читал, я читал книгу «Уютное самоубийство» про друзей, Дания, я не помню еще какая-то. Да, да, то есть именно мы все время натыкаемся вот на эти стенки неисправимости мира. Вот я в вашем возрасте был, как раз жил в период распада Советского Союза, да. Ну, я был в Израиле, наблюдал это издалека, но когда мы жили в Советском Союзе, у нас было ощущение, что там все пошло, глупо, плохо, и оно так и было. Все было убого, все было по-идиотски, все было через заднюю, но было ощущение, что вот в кап-странах, за границей, там все такое крутое, нам показывали. Одна секунда, у меня лампа просто такая интересная сейчас, потому что у нас света нет, но есть связь, это радует, вот, видно для меня. Да, да, да. И вот было ощущение, как бы, и не ощущалось вот этого истинного ощущения несовершенства мира. Считалось, что вот просто ты попал в эту яму, да, по судьбе своего рождения, а там все за границей, оно все совсем другое. Там все такое блестящее, такое цветастое, такое привлекательное, такое разумное, такое-то самое. А вот это вот одна частая часть света, вот она недоразумение. Понимаете? А когда мы вышли за пределы этого, ну, была эйфория, действительно, они умеют за границей создавать показуху. Действительно, все было такое блестящее, красивое. А потом вдруг начинало сквозь эту позолоту проступать истинное, так сказать, истинное лицо мира. Истинное лицо мира, который, по сути-то, неисправим. Вот эти вот проблемы, которые у нас и внутренние, и внешние, самого нашего существования, наших намерений, наших биологических мотивов, которые натыкаются на наши социальные какие-то задачи, несоответствие каких-то рудиментов, древних наших мотиваций тому, как мы живем в этом мире, неразрешимость проблемы смерти, любви, предательства, вечности, нашего ничтожества, неразрешимость вопроса существования или отсутствия Творца, непонимания цели существования Вселенной и прочих всех вещей. Вот когда вы как бы вырываетесь из этой ямы, вы видите, что проблема не в яме, в которой вы были, а весь мир является вот этой ямой, из которой нет выхода. Мы можем создавать какую-то... Более того, понимаете, вот я тоже испытывал, ну, меньше, чем вы, конечно, но некоторую войну. Я был в Израиле в 90-м, и нас бомбили из Ирака, война в Заливе. Вы знаете, в таком состоянии люди, они становятся лучше. Они... Есть какое-то чувство вот этого плеча, того, что мы все здесь вот в одном там. И даже у них настроение улучшается. Вот когда мы там это ждали... Один за одного. А? Ну, короче, они проявляют... Один за всех и все за одного, да? Они как бы вдруг начинают проявлять лучшие свои качества. То есть вот... Даже вы, понимаете, вы бы эту бабушку там даже не зашли бы, может, не проведали бы в норме, а тут на руках носили туда-сюда. Там еще кто-то какие-то геройские вещи производит. То есть плюс это жутко отвлекает от всего остального. И даже потом вспоминается с какой-то ностальгией. Потому что когда нету этого критического положения, то начинаешь скучать вот по тому, как сидели без света, или как мы сидели в противогазах, и все. Вот по этому какому-то братству. Потому что мы все равны перед опасностью. Потому что мы все как бы в одну копилку все. Знаете? И это как раз отвлекает от вот этой вот боли, постоянной боли бремени бытия. Потому что вы чем-то заняты. Ваша жизнь стала гораздо более сложная и простая в то же время. То есть, с одной стороны, сложная, ну потому что нет света, надо как-то выкручиваться. Когда он есть постоянно, ты даже не замечаешь, сколько вещей зависит у нас от этого чертова электричества. А когда его нет, оказывается, вообще ничего не работает. Ну да. Но потом вроде ты как-то все налаживаешь и думаешь, что в принципе и без него можно. И тишина в доме, и эти приборы больше не шумят. И еще какие-то плюсы. Люди общаются. Люди общаются, да. То есть все. Да, выходят на улицу прямо, ну тут же деревня, мало людей. Они выходят, садятся на лавочках, общаются. Так же, даже моя семья, если говорить, да, выходят все там в зал, садятся, разговаривают, ребенка расспрашивают там, чем он занимается, и вообще, как дела в школе были, да, потому что почему-то до войны никто не спрашивал, не интересовался. Да, то есть сытая жизнь, она опасна. Сытая безопасная жизнь опасна, что мы именно натыкаемся на эти, на этот электрический забор бытия. То есть вот мы опускаемся до вот этого глубинного бремени бытия, которое обычно не чувствуется, когда есть какие-то проблемы. А вот когда все становится классно и хорошо, человек как раз опускается и понимает, что ему базисно нехорошо. Ну да, в этом плане я согласен. И когда мы начинаем критиковать и осуждать, это своего рода обман, потому что это все равно, как знаете, сидеть самому в дерьме и критиковать другого, который сидит в дерьме. То есть если бы действительно мы все были чистые, белые, пушистые, а кто-то бы сидел в дерьме, это было бы оправданно. Но мы все сидим в дерьме. Мы все смотрим хронику 100-летней давности, там 1900 какой-нибудь, четвертый год. Целый город показывает, Сан-Франциско или еще что-то. Толпы людей. Это все мертвецы. След простыл. След простыл от всего этого движения. Единственное, что от них осталось, это кто оставил свое потомство. Но это потомство знать не знает, кто эти люди, куда они идут, почему они идут и что. Мы все смертники, мы все носители вот этих бренных скафандров в нашей плоти, которые большую часть вечности проведут либо в несуществовании до нас, либо в виде существования разлагающейся или сожженной плоти в зависимости от судьбы нашего тела. Вот. И причем главное, что нас занимает, это надобности вот этого телесного костюма, которым все время хочется то жрать, то трахаться, то какать. И вот этот глазик, который смотрит и который ассоциируется у нас с нами, очень маленькая часть этого организма, которому все время чего-то надо, не поймешь чего, и всегда плохо, и все где-то колется и жмет, то холодно, то... Ну, не прям всегда плохо. Ну, вы молодой. И же... Я знаю. В молодости, да, то есть есть проблемы, скажем, во всеми трахаться хочется. И... Ну, в этом проблем... Ну, честно сказать, да, давайте так по моему опыту. Просто я могу даже историю рассказать, мне даже не стыдно. Вот. А у меня не было секса два с половиной года. Вот. Уже. Да, в данный момент, да. И желание какое-то там меня не вызывает. Просто, знаете, как бы там ни было, да, вот, ну, лично меня, да, физическая потребность, мы все понимаем это. Но в данный момент, в данный момент, вот, мне бы все-таки хотелось начать заниматься сексом с человеком, с которым еще хочется поговорить после секса. Да, я понимаю, я говорил не об отношениях, я говорил о физиологии. В вашем возрасте по-нормальному поехать на автобусе тряском по дороге с ухабами очень мешает, потому что член встает и мешается. Это да. А ночью, просыпаясь утром, он, значит, опять торчит, как придурок. И все время, значит, чего-то у него какая-то своя жизнь, какое-то соображение, там у него все это самое. А потом с возрастом это тоже все очень неприятно, потому что, да, он может быть утихает, но наоборот, у тебя голова начинает так себя идти. Вместо того, что в штанах, оно все перемещается в голову. Поэтому говорят, седина в бороду, бес в голову, в бедро, в ребро. А мотивации у нас осознанно, неосознанно, вот тоже такие. То есть, как бы, то, что даст нам возможность или надежду пожрать, потрахаться, или по... Но это необходимость. Так вот, именно что вот эта необходимость, она делает нас рабами. А чтобы нам не было противно, а чтобы нам не было противно, мы что-то начинаем разводить сопли про еду, в смысле про любовь, про особые вкусы, эстетику. Хотя суть того, что мы жрем, это жуть. Мы берем прекрасные творения, какие-то даже фрукты, красивые, и превращаем их в дерьмо. Не говоря уже о живых существах. Это точно. Поросенок там, и мы производим дерьма, равное нашему весу за три месяца. Вот вы весите 70 килограммов, вы производите 70 килограммов дерьма за три месяца. Я там 100 с чем-то, вот я за три месяца произвожу 100 центер дерьма. Вы понимаете? И если на нас смотреть со стороны, вот так, невзираясь, что мы говорим, мы машины по производству дерьма. Удобрение. Кстати, человеческое дерьмо плохого удобрения, между прочим. Ну, возможно. Спросите у односельчан, они вам скажут, что оно не подойдет. Ну, что-то оно там подходит, но его надо разбавлять, еще что-то. Ну, да, я понял. Да. Поэтому дерьмо. Почему я это говорю? Хорошо, ну, давайте отбросим это. А как же душа, там, душевные муки? А душевные муки, то, о чем мы говорили сначала. То есть, мы все время приходим к одной и той же жвачке тысячелетиями неразрешимой. Неразрешимый вопрос смерти, Бога, бессмысленности существования, разочарования. Или страдания. Разочарования, да. Бессмысленности жизни. Если бы вот научились там делать коммуникацию, несмотря на войну, через спутники и все, но в этих вопросах мы и на йоту не продвинулись. Как было, как рассуждали, даже я бы сказал, что мы пошли назад, потому что перестали об этом рассуждать. Раньше там какой-нибудь Платон собирался, диалоги вел, волновало, а сейчас это как бы уже считается и западло об этом говорить-то. Что тут говорить о смерти, жизни и любви? Вот такое дело. И мне кажется, да. Мне кажется, просто, что вот вопросы душевные, да, конкретно, они, ну, их тяжело прям. На них ответить, на них нет ответа, никакого просто. Вот, по поводу любви, или же по поводу Бога, или же вообще, то есть, эти вопросы, они остаются без ответа очень долго, и мне кажется, просто на них ответа доискать не надо, может быть. Просто нужно жить, как вы писали, творить добро, стараться делать добрые поступки, и в целом, как бы, мне кажется, этого было бы достаточно, потому что мы уже разрешили уже для себя, что такое любовь, что вы согласны засунуть член только в того, кто с вами интересно беседует и разделяет эти самые ваши взгляды. Да, если таким, да, то есть, очень логично и очень глубокое наблюдение, флаг вам в руки, ищите, ищите, да, обрящите, как раз должно быть сочетание, чтобы вы ей вставляли, а она вам в глаза смотрела и какую-то глубинную истину вам в это время вещало, понимаете? Ссори. Да, нет, нет, все хорошо, просто тогда, возможно, я что-то не понимаю. Вы все понимаете правильно, вы просто еще открыты для каких-то вещей. В какой-то момент человек решает эти вопросы, он берет и ставит штамп, я считаю так, а значит, так и есть, и все. Любовь это то-то, смерть это то-то, причем это может быть в полном противоречии с его опытом, его желанием, с тем, что он наблюдает, ну, просто вот взял и поставил печать, и все, и сидит с этой печатью. Вот, иной раз повторяя там какая-нибудь женщина, я не такая, я просто ждут трамвая, или я там не переношу предательство, или, то есть, какое ваше кредо, кредо, она может сама предавать, да, если мы так честно говорим. Кредо всегда, да, сама предавать. Вообще, люди, которые делают такое кредо, они как бы, они заведомо осуждают всех остальных, кто не подходит им под это кредо, да, но для удобства они себе это делают, и все, да, вот, и, собственно, все, и перестают искать, и перестают об этом говорить. Если кто-то с ними заговаривает, они сразу готовы, вот этот штамп выдают. Любовь, это, ну, и в зависимости от вкуса, того, что они себе решили. Любовь, это, любовь, это самое главное в жизни, любовь, это бог, любовь, это секс, ну, что они себе там решили, то они иногда меняют эти вещи после каких-то потрясений. Так с этим идут в могилу. А что такое любовь? Это тяжелый вопрос, на самом деле. Что такое любовь? Это для каждого свое. Любовь, если честно, настоящая любовь, это единственное средство против несовершенства этого мира. То есть, это... Несмотря ни на что. Да, да, то есть, это некая данность, некий компас, некая направляющая сила вопреки всему. Вот что такое настоящая безусловная любовь. Но трудно найти ее и трудно самому любить. И очень мало кто дает себя любить таким образом. Вот. И поэтому редко она бывает. Это точно. Да. Но многие люди любят жизнь. я, честно говоря, я же наблюдаю просто за людьми. И так или иначе, у меня всегда к ним есть такой вопрос. Ну, ты знакомства какие-то новые или еще что-то, там. И все говорят, что им нравится, им нравится жизнь. Но многие... Это не им нравится, это их телу нравится. Их члену нравится, желудку нравится. Вот этой вот фигне, которая у нас в голове, как она называется? Мозг. Мозг нравится. Да, вот когда какие-нибудь анекдоты рассказывают или вообще интересные, когда не больно нравится, когда страданий меньше, чем ожидалось нравится. В этом плане да. Да. Я согласен с этим. Не существовать, когда ты уже существовал, это обидно. Во-первых, ты не увидишь все, что будет происходить дальше, а жизнь наша и на личном уровне, и на всеобщем уровне представляет собой такой, знаете, заунывный сериал, который очень хочется уже досмотреть, потому что ты просмотрел тысячу там пятьсот серий, и просто обидно ее оборвать и не посмотреть, чем она закончится, или не посмотреть дальше. Чисто вот из, как моя нынешняя жена говорит, чисто из женского любопытства посмотреть тема. Да. То есть... Ну, на самом деле, я считаю, что вот люди, да, они сами по себе, собственно, не бессмертны. Ну, все люди, да, то есть, типа, есть же процессы, люди не бессмертны, да, как бы, человечество. А сам человек по себе смертен, и поэтому я думаю, я думаю, что вот многие же люди как живут, надо родить детей. Для чего? Для того, чтобы там, как бы, они прожили счастливую, хорошую жизнь. Для того, чтобы они разочаровали вас, а вы разочаровали их. Да. И потом, чтобы, как бы, поднявшись вам на небеса, они там рассказали вам, как продолжился этот сериал. Ну, к примеру, да, там мы образно так уже шутим. Но если... Мы уже решили, что мы никакую историю точно передать не можем. Это будет лишь интерпретация. некий миф. Я согласен. Это точно. С историями нужно заканчивать и учить детей плохому, ну, мне кажется, это большая глупость просто, напросто. ну, чтобы сделать мир без войны, нужно просто вычеркнуть ее с учебников и писать... Я преподавал историю. Вот когда начался ковид, у нас была частная школа, я в этом участвовал, и я как раз начинал урок истории с объяснения, что это выдумки, сказки, набор побасенок. Но для того, чтобы сойти к культурным человеком, ориентироваться в каком-то контексте, когда на это ссылаются, надо эти побасенки хотя бы ориентироваться, знать и иметь какое-то вот представление, что после чего было и что о чем верят. Ну, вы знаете, те, кто учатся, им хоть самые гениальные вещи, скажи, или самые большие глупости, это практически не оставляет никакого следа на них. Очень, очень трудно оставить на человеческом сознании позитивный след. Травму очень легко. Назови кого-нибудь идиотом. Даже если ты сам не играешь никакой роли и прочее. И это может остаться травмой на всю жизнь. Человек будет бояться рот открыть, бояться делать то, все. А вот позитивный, кстати, хорошая умная мысль, а вот позитивный след оставить очень трудно. Очень трудно. Даже если ты будешь думать о том, что ты оставил позитивный след для человека, он может оказаться негативным. Ну, то есть, если ну, как наша сегодняшняя беседа, допустим, очень часто там вот проповедник типа меня может думать, что вот я заложил что-то глубинное, там это самое, а я может вам какую-то вот нехорошую мысль, то есть идеал вашей любви, так, чтобы вы там вставляли, а вам в глаза смотрели с философской усмешкой, вам разрушил, поиздевался, завтра вы займетесь беспросветным блудом с селянками в вашем селе, какие на вас обозлятся и зарежут вас, или еще что-нибудь произойдет, очень-очень-очень часто, мы не знаем, как такого не будет просто, у каждого же все-таки, все-таки, как наше слово отзовется, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, да, это точно, но своя голова на плечах все-таки, вот, как бы, так или иначе, не лезь, там, в чужую семью, как минимум, это точно, да, вот. Ой, не зарекайтесь, ой, не зарекайтесь, вот этот товарищ, которого мы называем бог, у него такое больное чувство юмора, он ужасно любит подлавливать человека на чем-то и потом делать с ним еще хуже, чем то, что он осудил в других. Ну, ты можешь просто не знать, что кто-то был в отношении, это возможно, у меня были такие случаи, случайно, вот, но они заканчивались, я хочу вас поблагодарить и попросить еще участвовать в подобных беседах, было бы очень интересно, и я желаю скорейшего завершения этой отвратительной истории с этой войной, и чтобы жизнь пришла снова в нормальные, нормальные рамки. Моя нынешняя жена украинка, мои предки с Украины, с Днепропетровска, когда-то царицын, говор наш тамошний для меня родной, слышал я его с самого детства от дедушки, от бабушки, от всего. Вот хоть родился я и не на Украине, но отец, мой старший брат там родились. Боль страшная совершенно всего того. Вы-то там страдаете, вам страшно, вам больно, поэтому вам некогда страдать душевно. А те, кто сидят в здоровых странах и едят икорку, запивая коньяком. Вот нам особенно больно, потому что ты совестно, что вот мы такие. Да, я заметил, кстати, знаете, если честно, по поводу людей, которые выехали за границу, в основном это же девушки, да, вот, я все понимаю, ходить с флагом, да, там, это все классно, патриотично, по Европе, но многие там уже из них, да, там, почти выходят замуж за французов, да, почему не за защитников Украины, начнем с того, что рухнули цены на проституцию почти по всему миру. Да? Просто обрушились. Улица красных фонарей страдает. Ну, я не осуждаю никого, я, к сожалению, боюсь, что вот если существуют отношения, которые не те, как мы описали, что любовь, которая все поглощает и подчиняет, то это просто разновидности проституции. Причем нормальная проституция, качественная, она получается честная. Да. заплатил и получил то, чего хотел. А все остальные формы отношения являются обманом, потому что ты заплатил в любом случае, временем, деньгами, а получил вовсе не то, что ожидал. Еще очень-очень много времени потратить. потратить. Очень много разочарования. И это не только между женщинами и мужчинами, это между работниками, работодателями, учителями, учениками, любыми отношениями, где ожидается какой-то позитивный Ну, это же искушение, если мы говорим, да, потому что у всех же есть надежда, да, вот эта позиция, когда так или иначе женщина говорит, что вот он вырастет и станет успешным, это же расчет просто, да, когда там женщина или мужчина говорит, да, что мы вместе поднимемся и будем успешными, это просто расчет. Так же самое, как и работодатель говорит своему сотруднику, что вот сейчас ты еще больше поработаешь, так это и есть, и дальше наша компания там получит еще больше заказов, и ты еще больше будешь зарабатывать, и еще больше будешь работать. Работодателям надо брать пример с Бога, вот это работодатель еще тот, чем лучше ты на него работаешь, тем больше он тебя мучает. Да, это дальше. Ну, я, если честно, по поводу Бога, я не работаю с ним, как-то так, возможно, я просто об этом Я был чесенником в течение шести лет, и в течение девяти лет у меня был приют в доме, да, то есть, я как бы работал плотно. Я знаю. Не знаю, насколько он работал со мной, но я считал, что я работаю с ним. А еще тот работодатель. Да, я об этом курсе, потому что я... Надо сказать, что я еще тот работник, не приведи Господь. Вот. Ну, ваша ссора с Богом, это очень интересная штука, если честно. Вот, я когда, ну, это увидел и услышал, я слушал это в аудиокниге, я когда это прослушивал, это этих 53 минуты, я ехал на велосипеде, я всегда слушаю книги и еду на велосипеде. у меня такой хобби. Я надеюсь, вы не упали и ничего себе не сломали. Нет, 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 я профессионал. Ну, в плане того, что ссора с Богом, действительно, да, вот, очень тяжело, да, быть каким-то совершенным в том, что он создал, и у меня были большие с ним разговоры, какие-то моменты, мне казалось, что я прям в открытую с ним говорю, потому что это было во время смерти моего отца, то есть, там, мне подзвонила мама, я прихожу, и я прям, ну, знаете, я сижу на лавочке, а напротив окно, ну, сверху, получается, окно, а снизу вот лавочкой третий этаж, и окна, ну, окна так приоткрыты, но на проветтой, знаете, вот эта функция, и я прям, мне казалось, что в тот момент я просил прям, но я думаю, что вот эта вот вера, да, как вы говорите, что он еще тот работодатель, и все остальное, это так и есть, когда ты больше веришь и что-то просишь, но потом я перестал его просить для себя, да, с другой стороны, смотрите, в принципе, он не такой уж и тиран, потому что я, извините, пизжу уже столько лет на него, и он меня ни молнией, ни молотком, причем я же наглею с каждым разом все больше, раз не бьют, значит, еще куже, ору, вот, так что, возьмите там этих нынешних тиранов, там даже слово война сказать нельзя сразу, под руки ведут в автозак, да, а бог наш, видишь, ну, по крайней мере, в наших отношениях, он все еще тех, кто такой я и кто такой он, да, мог вообще, это факт, чуть, хвост на него я поднял, все, сразу, по башке, туда-сюда, я притих, сказал бы, ой, воюхи, а тут, видишь, гилы, наверное, все, неисповедим, пути, Господи, вот, ничего, не знаем, что для вас приготовлен, вот, поэтому, как бы, да, в этом-то и проблема, что одних он так мутузит, и не поймешь за что, а таких отъявленных негодяев и еретиков, как я, терпит. Ну, давайте так брать, да, вот вы прям не совсем негодяя, если так говорить, вот, а если брать там вот таких людей, как, ну, Путин, да, вот, ну, ну, просто те люди, которые там своими, как бы, решениями убивали много людей, лишали их жизни, им же вообще ничего, они же на вершине, по сути, ну, практически, как бы, он ведь тоже какает, и он ведь тоже сдохнет, это факт, и он тоже сделан из этого вонючего мяса, из которого сделаны мы, в этом-то проблема, что никому из людей не следует и нельзя смотреть на людей свысока, как на некие массы, 300 тысяч сюда, 200 тысяч сюда, город снес, город построил, Керсон навеки, потом вышли и тут же, по тем же людям, с которым они жили там, чуть ли не год, продолжают пулять, подлости им устраивают, все им поотключали, поотключали, но если, вот так мы рассуждаем уже прям, да, мы, он, он отдает наказ, да, ну, вот, наказан на украинский, он отдает же эти приказы, и, но люди же, которые с автоматами, вот это, как раз я об этом подумал, почему они их исполняют, да, я тоже не понимаю, то есть, типа, ну, неужели, типа, ты заходишь, да, там, вот ты зашел, там, Киевскую область, да, Буч, мы говорим, ну, тебе же никто не говорил, типа, стрельни там, мирным, а даже если кто-то и сказал, ну, зачем ты это делаешь, они же там все равно не узнают, типа, убил ли ты. Ну, вы просто не понимаете, эти убитые, они сами себе связали руки за спиной, сами себе выстрелили, чем в голову. Да, да. Вы же сами говорите, того, что слишком была счастливая жизнь, когда русские вошли, у них поднялся уровень свинца. Да, уровень свинца. Это точно, типа, насилие, то же самое, тебе же никто, как бы, ну, извини меня, типа, не совал же правильно туда, ты же сам туда, в это, как бы, дыру полез. И, ну, я не понимаю этого, честно, то есть, как бы, если бы мне кто-то отдал приказ, там, идти на войну, так или иначе, тебя бы туда отправили, правда же, ну, ты там, и сейчас, как бы, никакие деньги там не помогут решить этот вопрос, ну, может быть, какие-то серьезные, вот, смена пола, надо, смотрите, вот, кстати, вам схема, быстро меняете пол, выезжаете в Канаду, и меняете его обратно. Да, 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 отлично. Вот, ну, короче, сам факт, передумал, передумал, это просто нерабочая схема. Как это? В Украине же эти ценности, именно с ними, и борется с трансвеститами Путин, значит, у вас должны разрешать менять пол. Меняешь пол, становишься не Эдуардом, а Эдуардиной. на этом основании вас выпускают, а в Канаде меняете обратно. Ну, так это, мне кажется, подороже будет, чем заплатить кому-то, поняли? Это просто нерабочая схема в плане денег, знаете, я не боюсь этой процедуры, просто мне страшны эти суммы, поняли? Вот, да, а в плане этих приказов, конечно, как бы, я не знаю, ну, кто, кто это отдает, почему они их исполняют, это, это на их, как бы, совесть. Не надо их осуждать, мы тоже, черт знает, что делаем. Да, это, это факт, просто, как бы, ну, мы не знаем, что с нами будет завтра, через пять минут. Именно, потому что, проблемы не в нас, вот, не в нас проблемы, понимаешь? Да, это, это понимаю я, вот, хотя, всегда, если честно, во всем винил себя. Ну, то есть, да, во всех там, проблемах каких-то. Ну, винил, винил, а потом смотришь, а что, собственно, винить? А потом смотришь, типа, а люди, ну, как бы, и похуже, да, делают, всякие. Эдуард, вы же вот только что появились на свет, и очень быстро мы все с него уйдем. Вот мне в два раза больше, чем вам, мне 52. Я смотрю на свою жизнь, это какое-то коротенькое, какое-то забавное, странное приключение. Ничего не понимал, ничего, я своих там старых предков спрашивал, родителей, все, вы что-нибудь в жизни поняли, когда им уже было много лет? Нет, ничего не поняли. Понимаете, в чем можно винить вот эти капельки бытия, которые случайно проклюнулись, которые 99% времени со своими членами и желудками мучаются, значит, не знают, кто куда от чего, вот, и в какие-то редкие моменты вдруг пытаются думать о жизни Бога и судьбе, в чем их всем можно винить, вы понимаете? Ну, в чем, Господи, ну, в чем? В этом плане, да. Посмотрите на эту вселенную, галактики сталкиваются, звезды взрываются, миллиарды лет, миллиарды галактик, миллиарды, триллионы этих планет там всего, и вот во всем этом доставать вот этот вот, вот, вон, недавно опять прислали фотографию Земли из космоса, ракета на Луну летит, вот такая голубая капелька, все, что было, есть и будет, всех, кого мы знаем, знали или будем знать, как микробы, вот в этой маленькой голубенькой капельке, кого там винить, вы понимаете, и зачем, чтобы стать лучше, на фоне остальных, тоже такое себя лучшее среди худших, да, получается, если ты всех винишь, но на фоне этого ты лучше, значит, ты лучший среди худших, ну, как бы, такой себе статус, вот, на этой прекрасной, прекрасной ноте, я хочу еще с вами поговорить, не под запись, а я прощаюсь со зрителями, и очень вам благодарю, я тоже прощаюсь, а вы не уходите, вы не уходите, да, хорошо,